Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. И на прямой связи с нами сегодня военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Здравствуйте. Да, Евгений, слышите ли вы нас? Да, здравствуйте, друзья. Слушаюсь по вас хорошо. Телефон на прямом эфире в нашей студии. Напомним еще раз. 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните нам. Евгений, а где вы сейчас находитесь? Откуда вы выходите на связь с нами сегодня? Я нахожусь в Каире. Что в Каире происходит? Потому что мы знаем, что если Евгений Поддубный отправляется в командировку, значит там неспокойно. Вот в Каире сейчас спокойно? Дело в том, что Каире это моя база. Я руководитель Ближневосточного и Северо-Африканское бюро Всероссийской государственной команды компании и живу в Каире. А так в Каире все спокойно. Ну вот судя по тому, что мы регулярно видим вас в местах военного конфликта, дома вы бываете, дома в России бываете реже, чем в командировках. Это так? Бесспорно, бесспорно. Ну вот ваша карьера военного журналиста началась со второй чеченской кампании. То есть вы поехали в Чечню и там уже поняли, что хотите заниматься именно такой темой, темой войны, темой локальных конфликтов. Так это было? Ну знаете, надо понимать, что, наверное, тем людям, которые не помнят Россию 90-х и начала 2000-х, вообще очень сложно объяснить мотивацию. Многих молодых людей, которые так или иначе были связаны с боевыми действиями в Чечне. Я просто напомню, что тогда война, она как бы существовала постоянно. Была первая чеченская кампания, вторая чеченская кампания. И мне кажется, что вообще это был не то, что был выбор. Война была, и в ней надо было существовать. Я работал репортером, и, безусловно, меня подталкивала эта тема. Это было абсолютно нормально, когда мужчины, так или иначе, работая на телевидении или где-либо еще, ехали в Чечню. Мои одноклассники воевали в Чечне, мои соседи в доме воевали в Чечне. Священник, которому я ходил, он ездил в Чечню для того, чтобы исповедовать, причащать бойцов российской армии. Это была данность, это была реальность такая. Соответственно говоря, ну, вот так было. Ваше знакомство с войной, вот эта первая командировка, каким оно было, вот это знакомство? Что вы увидели, что ожидания и реальность, они как-то совпали, или наоборот, это было совершенно разные такие ощущения? Я не шукоренился во мнении, что государство использует там силу правонерно, и что российская армия защищает жителей страны от террористической угрозы, от угрозы бандитизма, того, что вообще, в принципе, ну, тоже надо контекст вспоминать, понимаете. В 99-м году люди засыпали в своих домах с полным отсутствием чувства безопасности. Вы же помните, да, когда были взрывы на Кашулькина, Гурьянова, когда теракты стали чем-то обыденным. Это было абсолютно другое время. И мне сложно сейчас вспомнить прямо ощущения от первой командировки. Но мне показалось, что это очень насыщенная, важная работа, и дорешу не заниматься. Но когда вы впервые оказались на передовой, были ли вы готовы к этому морально и физически в том числе? Вы знаете, я, да нет, наверное, не был готов. Мало кто бывает готов, чтобы впервые показывать с ним передовой. Ну, вообще использовать такие патетичные формулировки я бы не стал. Я был малоопытным молодым человеком, но это нормально. Потом учился. И на своих, и на чужих парашютах. Ну, вот говорят о том, что первый прыжок с парашюта, как правило, это не очень страшно. А второй, это страшно, потому что знаешь, что тебя там ждет и какие ощущения ты можешь испытать. Вот у вас не было такого? Первая командировка. Следующий у вас пропал, да? Ну, вот этот пример с парашютным прыжком я привел, что первый прыжок, да, вот, Евгений Подобный у нас отключился. Ну, да, все-таки наш гость выходит к нам из Каира, поэтому... Да, Ближний Восток на прямой связи. Напомним, кстати, что можно звонить и задавать вопросы нашему гостю Евгению Подобный с нами сегодня на связи. Да, снова выходит на прямой связи. Да, вот снова мы видим и слышим. Евгений, я повторю вопрос. Вот когда совершаешь первый прыжок с парашюта, это, как правило, не очень страшно, потому что не знаешь, что тебя ждет. А второй прыжок, когда совершаешь, это уже страшно, потому что испытал те ощущения, второй раз уже знаешь, что тебя может там ждать. Вот с командировкой на войну нет такого ощущения, что первая на адреналине, а вторая уже более осознанная, возможно. Это уже совсем другой опыт. Вообще страх – это абсолютно нормальное чувство, которое повышает, так сказать, живучесть, бояться, где это нужно. Вы знаете, я очень быстро решил, что это станет моим ремеслом. Ну, в том смысле, что это моя профессия. И поэтому отношусь к этому тоже абсолютно профессионально. Нет в этом никакого авантюризма с моей стороны. Соответственно, страх – это такой ступень, который идет со мной всегда. Я надеюсь, что не покинет меня. Надо бояться. Для этого это позволяет избегать ситуации, частично избегать ситуации, когда можно погибнуть из-за легкомыслия. Многие военные говорят о том, что после первого ранения солдат становится уязвимым. Может быть, такой вот азарт и идеализация войны, если она есть, она исчезает. Вы стали в какой-то момент уязвимым? Или наоборот, только, не знаю, притупился как-то страх со временем? Может быть, конечно, не исключился полностью, но притупился. И снова Евгений Подобный отключился от нас, но мы сейчас вновь попробуем вернуть связь с Каиром. Вы также можете звонить, уважаемые радиослушатели, у нас уже есть звонки 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Снова Евгений Подобный с нами на связь. Да, мой вопрос, я не знаю, расслышали вы его или нет, об уязвимости, которая приходит со временем. Появилась ли она у вас, ощущение уязвимости внутреннее? Я не очень понимаю этой формулировки, не знаю я таких мнений, что наукость ранения, человек становится в зиму. Все очень индивидуально, более того, все сильно зависит от реабилитационных мероприятий, очень сильно зависит от того, с каким ощущением возвращаешься домой, если к этому пониманию. То есть такие крайне глубокие вопросы, вряд ли у нас есть возможность и время для того, чтобы их обсудить. А сострадание к людям, оно переживало какую-то трансформацию у вас? Да нет, вы знаете, люди не меняются, как правильно, если, ну, как мне кажется. Конечно, появляется какая-то, ну, толстая кожа какая-то, она есть. Но это тоже нормально. Но, ну, если мы говорим, опять же, о каких-то таких, в целом, гуманистичных факторах, никуда они не делись, мне жалко людей, я готов им помогать, я готов им сочувствовать и переживать их в виде. Ну, вот я приведу пример «Жизнь взаймы» ремарка, там как раз такой описывается случай, точнее, чувство сострадания солдата, который спасся от снаряда и видел, как корчатся от боли его сослуживцы, и он им безумно сострадал и в то же время внутри вопил «Слава Богу, не я». Вот приходилось ли вам видеть, может быть, это сострадание, гранича с радостью от спасения? Ну, вы сейчас пытаетесь поднять очень тонкие вопросы, и, безусловно, все хотят жить. Безусловно, многие люди не теряют способности сострадать и сопереживать. Все очень индивидуально. Я видел тысячи разных абсолютно полярных иногда историй. Я даже не знаю, что сказать, но ремарк абсолютно точно подметил специфику смерти. Когда ты видишь, что умер не ты, а кто-то другой, это вызывает бурю абсолютной эмоций. И, конечно, это очень важные чувства. Вот вы сказали в одном из интервью как раз о том, что не хотели умереть со спущенными штанами. Это такой, с одной стороны, курьезный случай, когда вы были с Хенвали, и три дня не могли выйти из-под обстрела для того, чтобы сходить в туалет, потому что он находился как раз в зоне поражения. И вот этот элемент, что, в общем-то, с одной стороны, это, наверное, трагедия, драма, когда сидишь под обстрелом урагана, а с другой стороны, вот это желание все-таки, если это последний час, то умереть достойно. Это тоже срабатывает, получается? В этот момент тоже можно анализировать и думать о том, как уйти, если все-таки придется уйти из жизни? Конечно, но, я же говорю, все происходит в безлишней патетике. И профессия подразумевает некую договоренность с собой, что ты можешь погибнуть. С этим тоже надо примириться и жить, хотя этого вообще не хочется. И вот, собственно говоря, с юмором-то из-за этого брать нечего. Это, во-первых. А во-вторых, ну, да, не все там с серьезными лицами сидят, рассуждают остаться. А, значит, ну, есть какой-то переделки. И, в основном, все это происходит, конечно, с сутками и с удовольствием. Очень часто. Ну, а Ближний Восток, стал ли он для вас домом? И насколько за эти годы вы вообще природнились к этой культуре, к этому духу Ближнего Востока? Ну, да, жился я в Ближнем Востоке. И при этом дом все-таки у меня дома. Здесь место работы. Есть в африканской Ближневосточной специфике своя прелесть и, конечно, свое обаяние. И при этом специфика подразумевает, что нужно, конечно, разбираться в местных тонкостях, в каких-то расплетениях. Поэтому, как правило, когда люди попадают на Ближний Восток, они либо работают здесь долго, либо не работают вообще. У нас много звонков. Радиослушатели на линии. Начнем их принимать. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Владимир. Да, Владимир. Два маленьких вопроса. Вот вы сказали, командировка. А как вы до командировки готовите? Все-таки там идут боевые действия, и всегда можно решить жизнь. И второй маленький вопрос. Война – это всегда стресс. А как вы останавливаете после стресса? Многие военные, допустим, сколько лет прошло, до сих пор находятся в депрессии, и в этой ситуации. А как вы его останавливаете? Да, постправматический синдром и так далее. Как готовитесь и как восстанавливаетесь? Вы знаете, ну, если серьезно, готовлюсь все постоянно. Вообще профессия, это означает регулярное, как так они говорят, повышение квалификации. Это и медицина, это и какие-то свежие узкие знания, которые я поддерживаю в других действиях. Это и страноведение. В общем, масса аспектов. А благо сейчас достаточно образовательных программ, которые позволяют получить необходимую, ну, необходимую квалификацию для того, чтобы свести к минимуму те риски, которые можно предугадать и предусмотреть. А что касается реабилитационных мероприятий, вы знаете, у всех разная психика и все очень. Я по образованию психолога, поэтому я могу говорить об этом довольно квалифицированно. А когда человек, это не только касается боевых действий, это вообще касается работы с сопряженной со стрессами. Когда человек работает, ему необходимо заниматься собственным... Да, Евгений, слышите ли вы нас сейчас? Да, послушайте, я письмо про ***. Да, у нас много звонков. Ну, вот поскольку с Ближним Востоком у нас связь сегодня, мы приносим извинения нашим слушателям за то, что она периодически прерывается, но тем не менее мы стараемся обеспечить ее на качественном уровне. Евгений Подубный с нами на связи, и вот он снова к нам возвращается. Ну, вот о реабилитации, восстановлении. Да, здесь очень хороший интернет. Я продолжу. И надо внимательно относиться к психологическому состоянию. Тоже, на самом деле, никаких секретов нет. Это и физическая реабилитация, и психологическая реабилитация. Но еще раз повторю, я к своей работе отношусь как к своей профессии, как к своей мероприятии. Это не авантюра, и это не разве какие-то акции и мероприятия. Поэтому мне проще с этим жить. Я комплексно подхожу к этому вопросу. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, потом вернемся и продолжим. Евгений Подубный с нами на прямой связи из Египта. Оставайтесь с нами. Скоро вернемся. Мы продолжаем программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. И с нами на прямой связи военный корреспондент ВГТРК Евгений Подубный. Здравствуйте, Евгений. Еще раз. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы, когда ведете репортаж, вы говорите то, что хотите сказать, то, что думаете, или вас фильтруют. Вы говорите то, что нужно говорить. Спасибо. Спасибо. Да, Александр, спасибо вам за вопрос. Вы знаете, мне никто не пишет, что я должен сказать. Единственное, о чем я... Ну, если говорить откровенно, то я вам... Ну, не то, что признаюсь, я вам скажу, что... На самом деле, вся информация, которую я пытаюсь внести до зрителя, естественно, она идет через призмы моих личных убеждений и моих личных представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо. Я вообще не верю в объективную журналистику. Я считаю, что правила игры, которые долгое время создавались и строились они разрушены, и разрушены они западными медиагигантами, а, собственно говоря, вот, если говорить о моем личном подходе к работе, что ли, то никто мне не говорит, что мне говорить и что мне писать. Но, естественно, всю информацию я соотношу со своими представлениями о добре и зле, о том, что такое хорошо, что такое плохо. Вам приходилось быть несогласным с действиями России на Ближнем Востоке? За последние пять лет нет. Мне видится, что на фоне других игроков глобальных, которые действуют на Ближнем Востоке, позиция моей страны наиболее конструктивна. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Слушаем вас. Да, мы слушаем вас. Ну, не слышат наш радиослушатель. Перезвоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Да, здравствуйте. Добрый день. Да. У меня два вопроса. Первый вопрос чисто личный. Вы потомок или однофамилия Ивана Поддубного? А второй вопрос. У вас не возникало мысли обернуться обратно в Россию? Долго вы еще там можете выдержать? Ну, а пожелание здоровья вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Я не потомок Ивана Поддубного. На этот вопрос я отвечаю всю жизнь. Вы стадлифамилец. А вернуться в Россию, послушайте, я вообще не рассматриваю свою работу, как, знаете, я куда-то уехал, и мне надо задуматься о том, чтобы вернуться. я нахожусь в длительной зарубежной командировке, я руководитель бюро. Если я решил заниматься чем-то другим, наверное, я забыл все, потому что надо возвращаться. Пока не собираюсь. Еще звонок у нас много слушателей на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Глеб меня зовут. Спасибо, Евгений, я хочу вас поблагодарить за то, что вы настоящий журналист, в отличие от многих от вас коллег, которые переехали в социальные сети. Но вопрос политический. Скажите, пожалуйста, после убийства генерала Сулеймани, вы же встречались с представителями иранских так называемых прокси, насколько высок боевой дух у этих подразделений и действительно ли вы, как вы думаете, в кратчайшее время все-таки выгонят американских оккупантов из Сирии и из Ирака? Спасибо. Да, спасибо. Да, Глеб, вы знаете, если говорить боевым безусловно иранские прокси, как вы сказали, я имею в виду отряды, которые подчиняют стражей истамской эволюции, недостаточно мотивированы и с религиозной точки зрения, в религиозном контексте, а не шииты. и в этом смысле мотивация, которая касается легиозной части, она значительна и сильна. Есть еще и некий антиамериканский контекст в регионе, и он касается не только шиитов, все-таки американцы вызывают огромное раздражение на русском мире своим неуклюжим поведением. Но вот что касается второй части вашего вопроса, выгонят ли, смогут ли выгнать лояльные тегераны силы американцев с Ближнего Востока, это большой вопрос. Все-таки у американцев мощная военная организация и огромный ресурс финансовый, огромный ресурс дипломатический, а скорее это будет такой тяжелый для Ближнего Востока процесс противостояния, который непонятно пока чем закончится. Вот история, которая произошла в Иране после убийства Сулеймани, затем была атака на американскую базу и есть такие версии, что в общем Иран через Ирак договорился с США, что атака будет на фактически пустую базу. На ваш взгляд, что произошло, была ли такая договоренность все-таки, чтобы стороны смогли сохранить лицо в этой истории, но при этом не ввязаться в большой конфликт? Мне кажется, вы немного неверно объяснили конфигурацию, а суть абсолютно верна. Иранцы предупредили Ирак о том, что готовится удар по базе, соответственно, Багдад предупредил об этом американцам. Американцы смогли не то, чтобы эвакуировать базу, а увезти личный состав в укрытие для того, чтобы не было потери. Это абсолютно устраивает Иран. На самом деле, при всей риторике, которая исходит от высшего лидера Ирана Хминеи и от иранских элит риторик к риторикой, а подход к политике довольно прагматичный. Иранцы точно не хотели большой войны на Ближнем Востоке. Я напомню, что не иранцы убили, собственно говоря, официально лицо Соединенных Штатов, а все было как раз наоборот. Понимаете, американцы переписывают правильные игры, которые были установлены последние до 50. Они убили, по сути, третьего человека из страны, который был специальным визитом в Ираке и пользовался дикой прикосновенностью. Сулеймани при этом был еще и таким легендарным генералом для шиитского пояса, для Ливана, для Сирии, для Ирака и для Ирана. И это, конечно, очень серьезный вызов не только шиитскому миру, вообще арабскому миру. Вы не раз говорили о том, что... Не раз говорили о том, что стандарты журналистов вы считаете порушенными, имея в виду то, что донесение информации, достоверность донесения информации с военных точек, она, ну, не всегда, скажем, правдивая. Вот насколько кардинально отличается та информация, которая доносится зрителю в Америке, от той, которую слышит российский зритель с федеральных каналов? Она отличается абсолютно кардинально, и это настоящая информационная война, я считаю. Знаете, американские мейнстримовые СНИ, мне кажется, живут в параллельной реальности, которую формирует Белый дом. Собственно говоря, российские социальные массовые информации живут в собственной реальности, она формирована у нас, и в этом, на самом деле, нет никакой трагедии, да, в этом есть абсолютно здоровое противостояние, абсолютно здоровое противостояние центров сил. Вопрос, в чьих словах правда, и вопрос еще, конечно, в том, какая из сторон способна воспринимать информацию лучше и мягче, что ли, и формировать взгляды, которые не так сильно отличаются от реальности, понимаете, вот последние, ну что там последние пять лет, 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию, я этот процесс активно наблюдаю, причем это началось не в 2008 году, но вот так ряно, для меня, по крайней мере, да, это все проявилось именно в 2008 году, когда западные средства массовой информации, во-первых, показывали грузинские грады, которые бьют по спящему городу и говорили, что это грады российские, когда западные средства массовой информации меняли свою позицию три раза в сутки, понимаете, и при этом, когда все закончилось, и даже там Европейский Союз признал, что все-таки это Грузия напала на мирный город, а действия России были, так сказать, ответным шагом, а никому даже в голову не пришлось извиниться перед своими зрителями. Вот для меня тогда это был переломный момент, и я, в общем, понял, что за свою правду надо драться. Драться можно по-разному, в общем, но, вы знаете, мне кажется, что позиция российских средств массовой информации, не только, кстати, российских есть, огромный пласт не-мейнстримовых СМИ, которые, в общем, очень близки к российской позиции и в Китае, и в африканских странах, и в арабских странах, и в странах Латинской Америки, да, собственно говоря, она куда более адекватная, и она куда более гуманистическая. Вот часто говорят о том, что война в массовом сознании, её делает эпизод, какой-то эпизод, который создаёт символ этой войны. Вы описывали, кстати, историю в Цхенвале, если не ошибаюсь, когда встретили мужчину, который шёл потерянным по улице, он пригласил вас домой, вы пришли, и там лежала на кровати его обезглавленная дочь. Вот этот эпизод, который вы как раз описывали, ну, он очень мощный такой, очень сильный. Вот война действительно, это вот эти, в том числе, эти эпизоды, как вы воспринимаете как журналист эти истории? Я, простите, не очень понимаю ваш вопрос. Война состоит из таких эпизодов. В таком плане для массового человека один эпизод может сделать всю войну и её восприятие? Как вы считаете? Одним эпизодом могут воспользоваться для того, чтобы сформировать восприятие в войне. Но война состоит из подобных эпизодов. Вы, опять же, в одном из интервью говорили, сейчас тоже упомянули, говорили о том, что Россия в Сирии демонстрирует абсолютно гуманистический подход. Как гуманистический подход вообще может быть в военной точке, в местах военного конфликта? Я вам объясню, я вам объясню, что я имею в виду. Это же фраза, она была сказана в контексте не только боевых действий, которые поддерживает Россия так или иначе, а еще и в тех военно-дипломатических процессах, которые идут в стране. В первую очередь я что имел в виду? В Сирии одна треть территории, которая была занята боевиками, освобождена путем переговорного процесса. Это практически весь юг Сирии, это столичный район, это масса-масса районов. В Сирии вместе со соединенной операцией был налажен процесс политического регулирования, был создан специальный орган это центр по примирению враждующих сторон. Благодаря офицерам этого центра и вообще благодаря той работе, которую проводили российские военные дипломаты, действительно огромная территория освобождена без войны. Если вы думаете, что если вообще предполагать, что только с участием России там начались такие боевые действия, то это неправда. И Россия с 2015 года начала свою военную операцию, используя высокоточное оружие для того, чтобы не носить удары по боевикам различных регулировок. уж поверьте мне, российские самолеты уничтожают больницы и школы. Это опять же часть определенной пропаганды, за которую платят в центре силы в западных странах. Тоже факт. И послушайте даже организации «Белые каски», которую на Западе называют чуть ли не Министерством по чрезвычайной ситуации альтернативного правительства Сирии, создал человек, который всю жизнь служил в МИ-6. Ну, прекратить, да, так не бывает. Который получает деньги из Вашингтона и Лондона, и при этом которая раз в 20 прокололась уже так, что, в принципе, репутация этой организации не осталась. Но ее продолжают использовать в этой информационной борьбе. Почему я говорю, что Россия применяет абсолютно гуманистический подход? Потому что когда есть возможность сохранить жизни мирного населения, сохранить инфраструктуру страны, когда есть возможность идти путем небоевых действий и приговоров, Россия никогда не упускает такую возможность. Но я еще раз напомню, что Россия в Сирии воюет с героистическими группировками. Опять же, не надо называть вещи своими именами. А на стороне боевиков на стороне боевиков самые сильные группировки это радикальные исламисты. Очень легко говорить, что это борцы за свободу, когда ты сидишь за океаном и твою страну защищает огромные армии и ЦРУ. Очень легко, наверное, об этом говорить, о том, что боевики в Сирии воюют за какую-то мифическую свободу против тирании. Когда-то ни разу не сталкивался с исламскими фундаменталистами. Но те организации, которые противостоят правительству Асаду в Сирии, это махабистские группировки, которые исповедуют радикальную, я бы даже сказал, сектанскую версию ислама. Это бывший филиал Аль-Каида в Сирии. Это десятки различных группировок, которые так или иначе связаны с фронтом Аль-Мусра, с террористами Аль-Каида. Это группировки, которые в свое время делились вместе с террористами так называемого исламского государства. И вот весь этот плавильный котел международного терроризма прикрывается маской светской оппозиции, которая иногда вот так отряхивает от пыли, вытаскивает на какие-то переговоры. И потом возвращает назад. Но наиболее сильные влиятельные группировки это радикальные самостоятельства. Противники российского участия в сирийском конфликте говорят о том, что Россия не на что больше деньги потратить внутри страны, что нет каких-то внутренних проблем, что 20 миллионов за чертой бедности, по словам президента. Вот зачем Россия ввела войска в Сирию в первую очередь? И что касается этих вопросов о проблемах внутренних в первую очередь, которые не решаются пока что? Как бы вы это? К сожалению, они не решатся, даже если в России начало действовать в Сирии. Никто же не считал тот финансовый профит, который Россия получила от войны в Сирии. Мне кажется, это очень некомпетентный разговор, когда страна отказывается, страна такая, как Россия, отказывается от своих интересов за рубежом и проводит безумно международную политику, а страна не может заниматься внутренними проблемами, ее начинают разбирать и даже экономику развивать не может, потому что в нашем глобальном мире экономика очень связана с международными отношениями. Что касается... Это говорит о том, что Россия больше на что платит деньги, потому что когда... К счастью, домохозяйка у нас не может управлять государство. Что касается частной военной компании Вагнера, очень много об этом пишут, в том числе в западных СМИ. Что вам известно об этом подразделении, об этой частной армии, как ее называют? И вот те истории, которые опять же попали в интернет об убийстве сирийского солдата дезертира, там кадры были шокирующие достаточно. Вот ваша версия происходящего. Есть военные, частной военной армии сейчас в России. Собственно говоря, есть организации, которые занимаются таким бизнесом. Мне сложно вам что-то новое рассказать, потому что я с ними в Сирии не работал, мне кажется, по объективным причинам частные военные компании создаются для того, чтобы жить в тишине реализовывать и реализовывать какие-то вещи, о которых, наверное, не хочется делать официального заявления. Я знаю, да, что наемники в Сирии есть. Не могу вам сообщить, чем они там занимаются и каким образом действовать, потому что я с ними работаю. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый день. Меня зовут, первый раз вам позвонила. Да, слушаем вас. Хочу сказать спасибо, Евгений, за ваши правдивые военные репортажи. Берегите себя. А для слушателей, как говорил антифашист Юлий Фучик, люди, будьте бдительны. Спасибо вам. Да, спасибо, вот такая реплика. Спасибо большое. Напомню, телефон на прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 5 минут у нас примерно остается до конца эфира, подсказывает звукорежиссер. Еще примем звонок. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Петр зовут. Да, Петр, слушаем вас. В интернете я прочитал статью, что бывший сотрудник ЦРУ сказал, что американцы сделали помехи и иранцы поэтому сбили самолет. Я, как авиационный инженер, долго работающий на радиолокаторах, это подтверждаю, это запросто сделать. Это была провокация. Ваш вопрос... Что думает ваш уважаемый гость по этому поводу? Да, ну вот трагедия с украинским самолетом, который был сбит после взлета в Тегеране. Страшная трагедия, я не авиационный инженер, не могу обсуждать подобные версии, я не специалист, могу сказать, что любая эскалация в том или ином регионе может привести к подобным трагическим последствиям. И несмотря на то, что Иран полностью признал вину за сбитый самолет, я считаю, что это вина должна быть разделена между участниками эскалации. Я напомню, что первую выставку все-таки совершили в США. А в конце, конечно, это не снимает даже толик именно с Ирана, очень жалко людей. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, слушаем. У нас первые лица государства начинают обычно свое выступление с того, что вот Россия коварный враг, она напала на Грузию и напала на Донбасс, на Украину, да? Вот можете вкратце в двух словах рассказать, как развивались события в Грузии-Осетии, война и Донбасс. Да, вы освещали. Да, вряд ли, вряд ли я успею за три минуты это сделать. Как тот президент Грузии стал Михаил Саакашвили, в 2004 году он начал проводить в зоне грузино-осетейского конфликта, геминитаризованной зоне, специальные маневры, которые начали наступление грузинской армии на визу-осетию. Тем самым, грузинский президент как бы приучал и миротворческие силы, и вооруженные формирования Южной Осетии к тому, что могут быть такие маневры и такие передвижения сил и средств в регионе. В 2008 году, в ночь 7 июня на 8 августа, грузинский президент нанес артиллерийский удар по миротворческим силам, которые находились в регионе, и по объектам в Скинвале и вокруг этого города. Все первые сутки официально грузинский президент говорил о том, что Грузия начала операцию по наведению конституционного порядка в зоне грузино-осетейского конфликта. После того, как Россия ответила на грузинскую агрессию, грузинский президент сел свой баланс и тут же из лидера военной операции превратился в пострадавшего от российской агрессии. Я считаю, что это появление высшей стихонацинизма и мне кажется, после такого вообще этот человек не мог находиться в публичной политике, а должен быть сликтивным. Это что касается грузино-осетейского конфликта 2008 года и операции России по повреждению грузин к миру. Что касается Донбасса, слушайте, ну вот за минуту я точно не смогу напомнить вам аналогию событий, скажу в двух словах, что в Киеве в 2014 году произошел государственный переворот. Лидеры протестующих устроили кровавые бойни на Майдане, а из тех объектов, которые они контролировали, они вели огонь и по сотрудникам силовых структур Украины, и по протестующим. После этого воспользовались ситуацией очень давно, были или не были там регулярные российские войска все-таки. Если вы меня спрашиваете, видел, я там регулярно российскую армию, нет, не видел, вы представляете себя, что это даже одна дивизия, которая заходит на территорию той или иной страны. Послушайте. Да, прервалась у нас связь с Евгением Поддубным, все-таки мы надеемся услышать ответ на этот вопрос. Сейчас мы возобновим связь и уже подведем итог нашего эфира. Снова Евгений Поддубный с нами на связи. Я отвечу на ваш последний вопрос. Как только в каких-то частях мира что-то происходит, тут же появляются спутниковые снимки. Компорец идет о перемещении регулярной армии. Вот представляете себе дивизия, как заходит в тот или иной регион. В общем, американцы в этом смысле обладают довольно оснащенной техникой для того, чтобы продемонстрировать подобное перемещение. Вот, собственно говоря, конфликт на Донбассе длится сколько лет. Я подобных доказательств не видел. Я сам не встречал регулярную российскую армию в Донецке. Естественно, у России есть интересы на востоке Украины. Я допускаю, что там могут работать специальные службы. Но я все время сказал, что регулярные войска Российской Федерации действовали на территории Донецка и Гуганской народных республик. Сейчас бы эти республики уже стояли бы около Киева. Спасибо вам. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный был с нами сегодня на прямой связи в программе «Абонент доступен». Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо вам. Спасибо за слушание.